Посвященный столетию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Звездный поход по местам боевой и трудовой славы Рязанской области собрал 15 студенческих отрядов из пяти вузов города Рязани. Это уже 46-й ежегодный поход и начал он берет обычно 25 января, в день российского студенчества. Около 300 человек стали участниками в 2018 году. Они проводят спектакли, концерты, художественные самодеятельности, интерактивные игры со школьниками и детьми младшего возраста. Организует беседы о значимых датах в истории Отечества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны по всей Рязанской области. В память о 500 рязанских лыжников, ушедших добровольцами на фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы в рамках Звездного похода, уже в четвертый раз совершается межрегиональная патриотическая акция «Линия жизни». Она представляет из себя лыжный поход по маршруту одного из участков линии фронта, проходившего в 1941 году через территорию Рязанской, Московской и Тульской областей. Вкладывать частичку себя в сохранение этой исторической памяти. Как раз акция «Линия жизни», которую мы проводим в этом году уже в четвертый раз, следующий год будет ювелийный, является в моем понимании как раз одной из таких форм живого сохранения истории, живого контакта между ветеранами Великой Отечественной войны и нами, молодым поколениям, потому что этот лыжный переход посвящается именно их подвигу, их жертве, их такому мужеству, героизму, патриотизму. Мы учились на их примере. Я правильно понял, у вас одни и те же люди, то есть совершенно неизменно, участвуют в этой акции? Нет количества людей неизменно. Люди каждый год, ну вот есть те, конечно, кого эта акция настолько завлекла, что они уже участвуют во второй, в третий раз, но их меньше половины, то есть больший состав группы – это те, кто в первый раз участвует в этом мероприятии. То есть вы постоянно пытаетесь отбирать новичков или они сами к вам приходят? У вас как вообще это регламентируется? Почему у вас 15 человек, но ограничение такое? И много ли к вам желающих вообще поступает? Желающих на самом деле много, приходится отбирать. Почему 15? Это с точки зрения организации, вот именно здесь, в школах, и вот наша молодежная политика, Министерство образования и молодежной политики, тоже устанавливает определенную цифру, с точки зрения организации, которая удобнее всего, там и с расположением, и от организации мероприятий, вот именно с нами. Здесь поэтому ее продерживаемся, потому что если будет много народа, мы возьмем всем, для этого не будет, что нас разместить, просто будет негде физически. Группа студентов в составе 15 человек стартовала в селе Плахино Захаровского района. Это учащиеся Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина и Рязанского радиотехнического университета, совместно с курсантами Академии ФСИН России, представителями ДСАФ и Союза патриотов Рязанской области. Ольга Попова впервые участвует в патриотической акции «Линия жизни» и ничуть не сожалеет о своем выборе. Твое желание, когда появился, поучаствовать в ней? Участвовать именно в этом походе? Да, в этом походе. Ну, наверное, в первый самый раз, когда я о нем услышала. Это было, мне кажется, в сентябре, как раз, когда я пришла в туристический клуб «Альтаир». Как-то ребята очень интересные и с патриотическим чувством рассказывали об этом походе, и захотелось тоже попробовать. Погода, однако, показывала то, что снега, возможно, не будет. То есть, как ты это воспринимала? Что у тебя было в ожиданиях? Ну, если снега не было бы совсем, это был просто пеший поход. Поэтому, конечно, впечатление уже не те. Все-таки это лыжный поход. И хотелось, чтобы снег выпал. Ну, собственно, так и получилось. Какие трудности вас ожидали уже, когда вы проходили этот поход, скажем? Ну, во-первых, это длинные достаточно дистанции, так как я никогда не была в длительных походах. Для меня было немножко сложновато, особенно, сначала, потому что в самый первый день было меньше снега, чем сейчас. Вот, особенно, когда мы шли по самому первому полю. Там сплошная земля, то есть очень мало снега. Это было достаточно тяжеловато. А сейчас, в принципе, все нормально. Что тобой мотивировало? Ну, какая-то патриотическая все-таки цель. У меня у самой семьи были, ну, в далеком поколении, конечно, участники Великой Отечественной. И как-то мне хочется отдать им дань. Потому что все-таки то, через что прошли они, не описать словами, это очень трепетный вопрос. Рязанцы посетили Трипольское сельское поселение 29 января вечером. Ну, вчера, ребят, мы их ждали к пяти часам. Приехали они, конечно, уже попозже. Дорога, маршрут был очень сложный. Ребята пришли все уставшие, особенно девочки. Они даже задержались позже, мальчишек пришли. Ну, мы их встретили, конечно, мы их ждали. Мы им покушать приготовили, все горяченькое, чтобы они с дороги поели, перекусили. Мы предложили им поиграть, но они сказали, мы очень устали, нам не до игр. Ну, очень большое значение имеет то, что вот ребята проходят в Рязанске, вот линии жизни. Это для наших ребят, мы очень ждали, мы когда объявили, что будут опять, придут нам лыжники. Они вот очень ждали. И вот сегодня, конечно, они прям утром все пришли, прям все скорее смотреть, где эти лыжники. 30 января утром почетные гости поиграли и пообщались со школьниками. Дальше перешли к мемориалу, где почтили память ушедших воинов в Великую Отечественную войну. Дети прочитали стихи, была объявлена минута молчания. После окончания митинга группа студентов отправилась в Серебряно-Прутский район Московской области. И уже в Веневском районе Тульской области маршрут будет завершен. Владислав Укороков, Александр Каратаев и Евгений Бостраков. Специально для будней.